друзья приветствую всех на моем канале значит решил сделать небольшой влог кто смотрел мои видео по данной по данному панно видели как я вырезал его данная она уже давно было у заказчика но заказчик решил мне его вернуть после того как увидел другое панно с ковчегом который я покрыл мастикой мастикой которая сделана на воске ковчег я сделал также этому заказчику я он попросил кого-нибудь покрытия я предложил восковую мастику ему довольно таки понравилось как смотрится изделие под данным покрытием нежели без покрытия значит эта картина это панно текстовая вернулась ко мне на покрытие воском хочу рассказать о том как я самостоятельно изготавливаю этот воск беру обыкновенный пчелиный воск кстати скажу с парафином у меня так не получилось воск намного лучше чем парафин беру обычный воск растапливаю его до состояния жидкость потом заливаю туда скипидар говорят еще что подходит разбавитель обычный разбавитель для масляных лаков и красок но я не пробовал говорят что подходит я пользовался только скипидаром в общем чем больше заливаешь скипидара тем жидче получается масса то есть как мазь как крем и можно добиться нескольких консистенций можно сделать погуще то есть крем можно сделать помягче вы обратили внимание что я сейчас покрываю на солнышке у меня был крем такой примерно как ну немножечко даже гуще чем зубная паста и крем для лица у невея есть примерно был примерно как вазелин вот так скажем вот такая вот такая вот мастика была по своему по своей твердости по своему состоянии был примерно как вазелин зимой чтобы вот покрывать такие вот вещи чтобы вот не застревала потому что когда покрываешь восковой мастикой вот обычно букву и вот в таких вот местах он застревает его потом тяжело выковыривать я пользуюсь термопистолетом то есть разогреваю летом же на солнышке он моментально превращается в массу то есть по своему свойству вот если посмотреть вот здесь он еще как крем вес сверху он больше уже такой жидкий жидкий становится а когда я наношу его на картину он прямо тает мгновенно и превращается в массы это вот на солнышке после чего после чего я беру тряпочку после всего покрытия и просто обыкновенной тряпочкой хорошо трикотаж брать вот потому что она не оставляет если где-то какой-то заусенец будет на картинке то она может оставить свой ворс какая-то тряпка но не синтетика должна быть более что-то натуральное но также чтобы она не оставляла свой свои вот нитки и пух от себя и после этого я натираю и получается блеск значит солнышко очень хорошо разогревает я покрываю и очень-очень четко получались вот я как будто маслом покрываю что я хотел рассказать о мастике значит сейчас я покрою картинку натру и покажу что из этого получилось поднесу поближе вот мы видим видим часть покрытого часть не покрыта но это еще не натертая значит я сейчас покрою и натру и включусь покажу как выглядит под мастикой значит по завершению покрытия на солнышке я перемещаюсь тенечек и начинаю тряпочкой просто натирать хотя она и так уже впиталась и кажется вот сухая прям такая но когда начинаешь натирать тряпочкой придается такой некий матовый блеск я не знаю передаст ли это камера скорее всего что не передаст но когда держишь изделие в руках или просто вот висеть насол на стенки и смотришь она как шелковистая такое получается мягкая работа чувствуется рука чувствуется резьба что это именно ручная работа такой вот некое свойство картина обладает таким свойством вот именно резьбы по дереву мастерской мастера в общем не знаю я думаю вы меня понимаете что я имею ввиду вот таким вот образом я натираю вот я не знаю передаст ли нет вот в этих местах где я натер матовый блеск получается чем-то похоже на то когда покрываешь нитролаком и сбиваешь ворс но далеко не то потому что то грязная работа а это чистая как будто бы дерево на самом деле ничего ничем не покрыто но вышлипована и отполирована вот такое вот впечатление создается чистого дерева которое отполировали неким войлоком или еще чем-либо то есть нету видимости покрытия какого-либо остается чистое дерево но она настолько вот блескучие шелковистая что очень приятно смотрится значит обычный воск у бабушек на рынке я покупал свечки топил их ниточки эти вытаскивал и заливал туда скипидар на глаз все дело практики друзья пробуйте я думаю вам понравится эта тема еще надо ее натирать да я думаю на камеру тоже немножко видно что другое вот видно вот здесь вот эта желтизна здесь я еще не тер вот тут я еще натру значит вот такая вот работа получается да я слышал что повторюсь масляные растворители то есть для масляных красок лаков white spirit еще назывался помню сейчас я не вижу в магазинах раньше продавался такой white spirit или просто разбавитель вот я слышал что можно на нем тоже делать если нет скипидара так что пробуйте друзья очень оригинальная штука это мастика ваш заказчик будет доволен я желаю всем хорошего настроения и успехов в труде пока пока